7 марта в Вене началась недельная сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание Международного агентства по атомной энергии проходит на фоне возрастающей обеспокоенности ядерной программы Ирана, а также возможным потеплением в отношениях с Сирией. Глава агентства Юкия Аману сообщил, что Сирия движется в сторону диалога. «Мы потребовали посетить город Хомс. Недавно запрос был одобрен, а также начаты приготовления. Мне надо посмотреть на результат, но, на мой взгляд, это может быть шагом вперёд. Но, конечно, это не решает всех проблем». На протяжении последних двух лет Сирия отказывала МАГАТЭ в инспектировании своих ядерных объектов. Но в прошлом месяце Дамаск одобрил проверку опытно-промышленной установки по очистке фосфорной кислоты в Хомсе на западе страны. МАГАТЭ опасается, что урановый концентрат, который вырабатывается там как побочный продукт, может быть в дальнейшем использован для производства топлива для ядерных бомб. Сирия утверждает, что материал используют для изготовления удобрений. Близкий союзник Сирии, Иран, также заявляет, что разрабатывает атомную энергию в мирных целях, в частности, для производства электричества. Впрочем, в прошлом месяце МАГАТЭ получила новые подтверждения того, что ядерная программа Тегерана может предназначаться для военных целей. «Мы собирали информацию в разное время и из разных источников. С момента прошлого заседания в декабре мы получили информацию, которая вызывает опасения. Мы не утверждаем, что у Ирана имеется программа по разработке ядерного оружия. У нас просто есть опасения, и мы хотели бы получить разъяснение». Юкия Аману также отметил, что МАГАТЭ может сыграть роль в ядерном разоружении корейского полуострова в случае, если удастся достичь договорённости с Пхеньяном в ходе шестисторонних переговоров.